Друзья, я хотел бы сегодня поблагодарить вас за настоящее партнерство. Наше служение, достигая Индию, а именно я, пастор Юджин и моя семья, мы начали это служение и уже двигаемся больше 15 лет здесь, достигая один из самых недостигнутых народов в мире, это тибетское племя Манпа. И сейчас также Господь открыл для нас новое поле для миссии. Это достигать морских цыган в Индонезии, это Сулавеси, Тагианские острова. Я был в одной большой деревне морских цыган Баджо, и была очень хорошая встреча и хорошие возможности для евангелизации и достижения этих людей. Я поделюсь в более расширенном видео о том, что мы можем делать и как мы можем достигать этих людей. Бог показал мне некоторые ключевые моменты. Также не обошлось без каких-то приключений. Я не смог вылететь из этого острова. У меня был билет, и у меня было окончание визы. День в день я должен был вылететь, и я не смог это сделать. Вулканическая земля. Здесь полно вулканов. Все, можно сказать, в вулканах. Что делать, если ты на острове? Конечно, никто не ожидал. Здесь буквально вулкан под ногами. И это серьезно, потому что я не смог улететь. Только из-за того, что вот там вот где-то подальше, на соседнем острове. Взорвался вулкан. Ну что значит взорвался? Начал извергаться. Началось извержение вулкана. И закрыли аэропорт. Но, слава богу, я через несколько дней вылетел. И оказалось, что потом произошло еще более крупное извержение вулкана. И опять закрыли единственный аэропорт на севере Сулавеси. И тогда бы я, может быть, еще больше мог бы застрять на острове, из которого нет других путей. И также я хотел бы сказать, что вы знаете, у нас здесь тоже очень сложное время. Прошу молиться, потому что очередная атака тибетских, буддистских радикалов, которые хотят забрать всех детей из нашего детского дома. По причине того, что дети принимают Евангелие и становятся учениками Иисуса Христа и верными учениками. Поэтому это вызывает у них вот этот протест, агрессию. И сейчас они там делают много всяких вещей, чтобы забрать всех детей. И я прошу продолжать молиться, потому что я знаю, что наши верные друзья знают эту ситуацию и молятся. И мы увидим Славу Божию в этой ситуации. Слава Божию в этой ситуации. Я получил все и избыточествую. Я доволен. И посланное вами, как благовонное курение, жертва приятная и благоугодная Богу. И вот так же я чувствую такое же отношение у Бога к каждому пожертвованию, которое совершается для великого поручения, для исполнения глобальной воли Божьей. Потому что мы все призваны исполнять то, что Господь сказал как итог, как самое главное для всей Церкви глобально и для каждого верующего. Идите до края земли, идите и делайте учеников из всех народов. Действительно, это великое дело, когда мы достигаем народы, когда мы исполняем призвание, которое Бог нам дал всем без исключения, всей Церкви. И это реальный плод для Господа. И это благоухание, это жертва, это как фемиам. Вы знаете, в глазах Божьих он переживает тоже определенно запах, запах наших действий, наши плоды. То есть плод, когда ты срываешь его с дерева, ты можешь переживать этот запах. И здесь тоже есть плод и есть духовный запах, духовное переживание. Хочу поблагодарить вас от всего сердца. Действительно, за верность. Потому что многие наши друзья, они даже некоторых мы особо не знаем, но постоянно получаем пожертвования для миссии. И вы знаете, вы действительно делаете великое дело, которое важно для вечности. И я благодарю вас за это божественное партнерство. У меня нет слов, которые, может быть, могли бы передать все, поэтому я вот и обратился к этому поэтическому месту в Библии, которое сказал Павел. Действительно, благодарю Бога и спасибо вам. У нас обновились реквизиты для пожертвований, поэтому будьте внимательны. Некоторые счета уже не работают, криптовалютные счета обновились. И поэтому, если вы регулярно высылаете пожертвования, то, пожалуйста, проверьте, посмотрите. Все могло измениться. Еще раз спасибо. Благодарим Бога за верность, за то, что мы вместе можем исполнять великое поручение Господа нашего Иисуса Христа и двигаться вместе в миссионерском служении. Субтитры создавал DimaTorzok